Женщины привыкли носить брюки. Как заставить себя носить платок и юбку вместо брюк? Священное Писание Ветхого Завета в книге Второзакония определенно запрещает облачаться в одежду противоположного пола. Женщине не должно быть мужской одежды, а мужчинам не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие. Сохранение свойства пола присущего каждому человеку составляет дело особой добродетели. Та женщина пред Богом достойна, кто женственно, кто эту женскую природу свою не растлевает, не предает поруганию, не извращает. Но достоинство девы, а впоследствии жены, матери хранит со всем благоговением. Как и для мужеского пола, его благородство, его главенствующее достоинство и по жизни, и по семейной жизни приличным мужчине. Потому и всякие признаки, присущие женскому полу, возлагать на себя мужчине дело противоестественное и отвратительное, и потому Богом запрещенное. Женоподобие мужчин делают их не только унижающими мужское достоинство свое, но и самое христианское свое имя. Поскольку призван всякий человек в Богом данном естестве прославить своего Создателя тем самым соответствующим полу, направлением и содержанием жизни, которое очевидно. Неопрятность в одежде или усвоение себе привычки одеваться во что-либо несвойственное полу своему. Есть дело дурное и, какими бы удобствами житейскими не оправдывалось, остается небезгрешным. Практичность брюк для современных женщин не отменяет неблаговидного обнаружения форм женских при обтягивающих. В действиях брючных разных приспособлений делает все-таки нескромным эту одежду для женского пола. Говорят, что в одевилях XIX века, когда все-таки порядки были не те, что ныне, и для даже актрисы обнаруживать свои женские формы считалось делом соблазнительным и нескромным. Поэтому никак нельзя было предстать без длинной юбки. Но тогда и писались затейливые сюжеты, когда из каких-то необходимостей конспирации девушку переодевали в гусарскую одежу, в какие-то рейтузы, обтягивающие брюки. И тогда имела возможность козырнуть на людях практически обнаженными, только прикрытыми, облегающими тканями, блеснуть своими формами для соблазнения многих той самой артистки, которой доставалась эта роль. Очевидно, что подобное находило всегда укоризну со стороны блюстителей добрых нравов в древние времена и в уже новую историю. Но никаких здесь двух мнений о неуместности мужской одежде на женщине не допускалось. Поэтому удобство для спорта, для трудов на огороде, конечно же, предусматривает определенную одежду, которая не предназначена для того, чтобы быть на виду у лиц противоположного пола. Сейчас, конечно же, современный спорт и балет давно ушел от тех правил благочестия, которые были еще вполне свойственны людям, совсем недавно жившим в нашем Отечестве. И фигурное или катание, или художественная гимнастика не оставляет никаких иллюзий насчет женских форм для огромного количества зрителей разного пола, взирающих на эти соревнования или выступления. Здесь уже трудно что-либо разъяснить, да и не спрашивает никто, не грешно ли смотреть фигурные катания, батюшка. Или о нашей гимнастке, честь и хвала нашего Отечества. Не разоряют ли целомудрия юноши, которые перед голубым экраном болеют за наших? Прослыть ретроградом легко, сказав, что никуда это дело не годится, но и сказать, что никакого чувственного повреждения не наносит созерцание современных балетов или спортивных мероприятий тоже никак нельзя. Так что всякий в меру своего чувства и стыдливости, и благоговения к противоположному полу избирает для себя зрелища, а со своей стороны, особенно лица прекрасного пола, кроме мысли о соответствии современным модам, пускай подумают, не принесу ли я какой соблазн и смущение окружающим меня, если одежды будут к тому как раз и служащими. И если начинает женщина уже думать не только, а готовясь к очередной исповеди, какие грехи совершила она, но и о том, каким грехам она вольно или невольно расположила окружающих себя, ближних своих, то постепенно в ней, конечно, выработается некоторая способность к поправкам в своем облачении с учетом этого ее нового пожелания не стать, не оказаться ни для кого соблазном. Поэтому одиночное вкалывание на собственные грядки возможно, вероятно, в любом виде, а там, где выходит христианка на колхозное поле вместе с трактористами и другими соратниками по битве за урожай, там есть необходимость подумать несколько больше о том, во что ты будешь одет. Да поможет Господь, молясь, не забывая о регулярной исповеди и необходимости исповедоваться не только в собственных грехах, но и в вольно-невольно посеянных соблазнах. Таким образом мы непременно с Божьей помощью обретем меру и во всяком нашем стремлении одеваться и тепло в соответствии с погодой и со вкусом, и без вреда для окружающих. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.